Журнал Forbes издал очередную версию десятки самых денежных боксеров мира. Боксеры расположены в этом рейтинге не по фактическим заработкам, которые у них были в недавнее время, а по своему потенциалу зарабатывать деньги в будущем. На первом месте Сауль Канало Альварес. На данный момент самая большая звезда бокса. В 2016 году он продал по ипервью больше, чем кто-либо другой. В боях даже не самыми известными соперниками он собирает не менее 300 тысяч по ипервью. На втором месте Андре Уорд. В поединке против Ковалева он заработал более 5 миллионов долларов. Если предположить его реванш с Ковалевым и успех в нем, то Уорд может стать одним из самых богатых боксеров современности. На третьем месте Геннадий Головкин. Промоутеры Альвареса обещают, что бой с Головкиным состоится в сентябре 2017 года, и это может стать самым большим событием года. Обоих этот бой сделает очень богатыми людьми. На четвертом месте Сергей Ковалев. Несмотря на поражение, он не покинул рейтинг, поскольку многие считают, что он выиграл в бою против Форда, и реванш вполне может принести ему сумму более, чем те 2 миллиона, которые он заработал в первом бою. А победа в реванше может гарантировать Ковалеву многомиллионные гонорары с любым соперником. Мэнни Пакео. В следующем поединке филиппинец может встретиться с малоизвестным Джеффом Хорном. Причем бой в США, скорее всего, будет показан в общедоступном эфире, а не на пейпервью. Но даже в таком случае Пакео заработает больше, чем большинство боксеров зарабатывают за всю карьеру. Шестое место. Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Мы поставили двух боксеров на одну позицию с учетом апрельского поединка. Ведь если победитель этого боя еще раз в 2017 году выйдет на ринг, то вполне возможно станет самым высокооплачиваемым боксером года. Седьмое место. Кит Турман. Бой против Портера на канале CBS посмотрело более трех миллионов человек. В марте его ждет поединок против Дэнни Гарсии. И победа может серьезно приблизить Турмана к статусу суперзвезды. Восьмое место. Дэнтей Уайлдер. В феврале Дэнтей встретится с Анджеем Вавжиком. После этого Уайлдеру будет открыт путь к победителю боя Кличко Джошуа. Девятое место. Терренс Кроуфорд. 2017 год может стать для него прорывом, но для этого нужно встретиться с Мэнни Пакео и победить его. Вероятность этого боя в первой половине года мала, но не исключено, что такой бой может состояться в конце года. Десятое место. Василий Ломаченко. Свой первый гонорар в размере одного миллиона долларов Василий получил всего в восьмом поединке. Если Ломаченко будет идти вперед такими же темпами, то через несколько лет он может стабильно входить не только в десятку лучших боксеров мира, но и в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. А это был канал Fight Today. Подписывайтесь на самые свежие новости из мира бокса и ММА. Продолжение следует...